Обязать Навального Алексея Анатольевича Некоммерческую организацию фонд борьбы с коррупцией в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу удалить размещенные в сети интернет на сайтах по электронным адресам димун.навальный.com, фбк.инфо, на канале youtube.com, в социальной сети facebook.com, публикации видеоролики, содержащие вышеуказанные сведения. Люблинский суд Москвы обязал политика Алексея Навального опровергнуть информацию об Элишере Усманове, изложенную в десятках публикаций. Суд также постановил удалить эти материалы. Среди них фильм фонда борьбы с коррупцией под названием «Он вам не Димон», посвященный недвижимости премьер-министра России Дмитрия Медведева. В фильме утверждается, что Алишер Усманов дал взятку в виде дома на Рублевском шоссе Илье Елисееву, однокурснику Медведева. Во время принес сторон представители Алишера Усманова упрекнули Навального в том, что он не предоставил достаточно фактов, свидетельствующих о причастности миллиардера коррупции. Я очень рад, что удается отстоять доброе имя человека. Вы понимаете, я считаю совершенно недопустимым, когда в пылу полемики политической или любой другой унижается честь, достоинство, ну и деловая репутация, кого бы то ни было, особенно если это совершенно незаслужено. Мы считаем, что достаточных оснований для тех заявлений, которые, порочащих, которые были опубликованы в отношении Усманова, абсолютно недостаточно, что те утверждения, которые прозвучали, на самом деле не подтверждаются объективно. И поэтому мы очень рады, что суд разделил эту позицию. Навальный, в свою очередь, заявил, что ИСЦ, видимо, не смотрели расследование. В нем были представлены все доказательства. Политик также заявил, что основная цель этого процесса – заставить его удалить фильм «Он вам не Димон», который посмотрел уже более 20 миллионов человек. Ну, мы, честно говоря, не сомневались в таком решении Люблинского суда. В общем-то, он никогда других решений не выносил. И у нас и до этого были еще более экзотические решения, когда чиновники всегда доказывали, что они самые честные, а все их замечательные дворцы, они нам просто мерещатся. И в этот раз Люблинский суд буквально своим решением дословно установил, что Усманов платит налоги, Усманов не дает взяток, Усманов самый честный и замечательный человек на свете. Ну, та реальность, которую мы видим вокруг нас, она несколько противоречит решениям Люблинского суда. Именно поэтому нам на них, ну, выражаясь словами самого Алишера Бурхановича, в общем-то говоря, плевать. Вы слышали, что в результативной части была ключевая совершенно фраза, для чего затевался этот суд. Удалить ролик и удалить расследование «Он вам не Димон». Этого сделано не будет. Это расследование основано на фактах. То, что мы видели сегодня, нельзя назвать судебным процессом. Были отклонены все ходатайства, были отклонены абсолютно все документы, не были даже допрошены свидетели из газеты «Коммерсант», которые были готовы рассказать, что там цензура, и решением суда установлено, что Усманов цензуру не осуществляет. Ну, что я могу сказать? Если система, и даже в виде судебной системы, так защищает это жулье и варье, значит, с этой системой нужно бороться еще сильнее. Я думаю, что сегодняшнее решение еще больше приведет нам людей на наш замечательный антикоррупционный митинг 12 июня. Спасибо большое. Юристы и оппозиционеры заявили, что будут обжаловать решение Люблинского суда.